здравствуйте дорогие друзья вы сегодня на канале заливаха и я как в большинстве видео на этом канале буду рассказывать про ножи однако видео сегодня будет довольно необычным потому что я буду говорить о некоем ноже которого у меня нет в руках мы сегодня с вами поговорим практически о легенде советского ножестроения о неких черных ножах те кто в ножах немного разбираются наверняка знают о чем идет речь а те кто не разбираются узнают об этом из данного видео снять этот ролик меня вдохновило то что я сегодня в магазине наткнулся вот на такую футболку и не смог ее не купить чтобы иметь ну некую тематическую такую футболку для съемки ножевых роликов когда я появляюсь у себя на канале не только в виде говорящих рук надо сказать что те кто не представляют совсем что такое черные ножи но при этом хотят как-то коротенько об этом узнать в принципе могут узнать прямо из этой майки ну во первых здесь изображена вот такая черепуха в шлеме советского танкиста вот там вот горит в очках очень характерно нарисованный немецкий танк во вторых вот тут сбоку написано дивизия черных ножей а снизу тоже название продублировано на немецком шварцмейсер панцер дивизион хотел бы сказать что спонсором этого видео является производитель маза раша но к сожалению нет купил за собственные деньги хотя ребята если вы посмотрите это видео я с удовольствием бы поработал с вашей продукции потому что есть у вас еще интересных футболок в том числе прямо напоминающих ну скажем так она живой тематике которая моему каналу очень близко итак друзья если вы хотите узнать что такое черные ножи что такое дивизия черных ножей и почему ее название на этой маке продублировано на немецком языке смотрите этот ролик итак начнем с появления названия в 1943 году во время второй стадии операции советских войск на курской дуге в частности во время освобождения города орел немецкие разведчики обратили внимание на появление танкистов отличительной особенностью формы и снаряжения которых были характерны в то время для советской армии боевые ножи имевшие черные рукояти и черные ножны они как будто специально были сделаны для танкистов какой-то немецкий разведчик и придумал вот это меткое выражение дивизия черных ножей но в то время к сожалению для них и к счастью для красной армии немецкие разведчики еще не знали о том что это не дивизия это 30 уральский добровольческий танковый корпус то есть соединение гораздо более серьезного масштаба нежели чем одна танковая дивизия однако название закрепилась и даже по-русски иногда в разговорной речи некоторые из людей называли это соединение подобным образом дивизия черных ножей 30 уральский добровольческий танковый корпус это такое удивительное соединение красной армии которое обросло огромным количеством легенд и первое из них это конечно же собственно его появление во время сражения в сталинграде в 1942 году в тогдашней можно сказать танковой столице советского союза ну если можно так назвать такое довольно таки большое объединение городов областей то есть свердловской челябинской и пермской пермском крае тогда молотовской области возникла такая инициатива в разного рода рабочих цехах создать бесплатно уральский добровольческий танковый корпус то есть сверх планом были выпущены танки вооружение снаряжение и набраны люди которые составили вот основное ядро костяк этого замечательного танкового соединения в марте 1943 года когда были собрана в достаточном количестве деньги начался выпуск снаряжения и вооружение для этого танкового корпуса на самом деле нужно понимать что состав танкового корпуса входило по меньшей мере три только танковых дивизий при этом там огромное количество разного рода обслуживающего персонала в общем общая численность бойцов танкового корпуса составляла более трех тысяч человек и при этом они были полностью вооружены и экипированы за счет средств уральских рабочих да и сами они все были собственно именно из этой среды люди рвались на фронт рвались бить врага именно в тот момент на златоустовском комбинате имени ленина который выпускал абсолютное большинство ножей вот такого типа для красной армии было принято решение создать какие-то ножи которые бы как-то выделяли бойцов уральского добровольческого танкового корпуса и для каждого бойца был создан нож ну собственно хотелось бы сказать что он был создан на основе нр-40 или на 40 как его более правильно называть но на самом деле это были именно такие ножи они не особенно чем-то отличались от тех ножей которые поставлялись во все остальные подразделения красной армии кроме того что у них были сделаны черные рукояти под стать танкистской форме и такие же черные ножны первоначально считается что они делались из дерева потом появились такие же рукояти из бакелита такого материала похожего сильно на пластик тем не менее отличало их от всех остальных бойцов то что ножны и рукояти были черного цвета в остальном это все те же самые ножи на 40 вполне естественно что черные ножи на самом деле не являются какими-то необычными предметами по большому счету это вариация широко известных ножей на 40 которые часто ошибочно называют ножом разведчика ну почему их называют ножом разведчика я как-то однажды снимал ролик с репликой такого ножа из-за которого произошло это недоразумение на самом эти на самом деле эти ножи называются именно на 40 есть две расшифровки считается что наиболее вероятно что правильно называть их нож армейский аббревиатура имеет происхождение вот от таких слов но есть другая версия которая связана с тем что эти ножи были приняты на вооружение в сороковом году именно в тот момент когда стало понятно что красная армия будет перевооружать часть своих стрелков на автоматическое оружие которому не полагается штык и этот нож в первую очередь поступал на довольствие бойцов у которых в качестве личного оружия был пистолет-пулемет тот или иной который крепление штыка просто не предполагает и поэтому возможно что название на она даже в некоторых документах так расшифровывается это нож автоматчика за годы войны оригинальных ножей на 40 только златоустовский завод имени ленина выпустил более миллиона штук и при этом эти ножи производили также еще и в городе варсма там же где делали знаменитые финкин квд кроме того таких ножей огромное количество в тех или иных вариаций делалось в различных полковых оружейных мастерских ножей таких очень много но вот именно вот таких черных ножей ставших легендой благодаря действиям 30 уральского добровольческого танкового корпуса было выпущено первоначально около 3000 штук тем не менее их продолжали в том или ином количестве дел когда танковый корпус получал пополнение этим ножи к сожалению оставались часто вместе с бойцами танкового корпуса которые погибли поэтому новое пополнение получали новые ножи со златоустовского завода до самого конца войны так называемая дивизия черных ножей ножами снабжалась достаточно активно это смелых бойцов отряды их живыми никак не возьмешь ох не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож здесь нельзя не добавить 30 уральский добровольческий танковый корпус уже через три месяца боев был переименован в 10 гвардейский уральский добровольческий танковый корпус то есть став одной из первых таких частей которые сформировали гвардию красной армии это подразделение участвовало в очень многих крупных операций в том числе и штурме берлина и штурме праги который произошел если кто не знает немного после того как наши взяли берлин непосредственно 9 мая при штурме праги произошла такая интересная на мой взгляд история который тоже здесь можно упомянуть дело в том что танкисты 10 гвардейского уральского добровольческого танкового корпуса были первыми бойцами красной армии которые ворвались в прагу 9 мая 1945 года они прорвались через мост одна машина столкнулась 13 немецкими самоходками 2 из них уничтожила часть экипажа погибла в этой ситуации но тем не менее они смогли удержать мост до того момента как подошли остальные силы этого корпуса собственно говоря с этого момента считается что началось освобождение праги очень долгое время на том самом месте где все это произошло стоял памятник советским танкистам городе прага ну не буду рассказывать о том что с ним случилось можете просто погуглить на самом деле по поводу этого памятника в праге но тем не менее надо сказать что очень многие жители этого города по сей день помнят именно бойцов вот этого самого корпуса как своих освободителей от немецкого фашизма надеюсь что из этого ролика вам стало понятно что черные ножи это не какая-то легенда спецназа советских разведчиков или еще что-нибудь такое это ножи уральских танкистов это такие же ножи как были во всей остальной армии которые отличались по сути дела только своим таким вот характерным цветом но тем не менее не здесь нельзя не сказать что 10 гвардейский уральский добровольческий танковый корпус впоследствии получил еще одну такую приметную деталь по многим источникам считается что это подразделение красной армии которая имела максимальное количество боевых наград на своем знамени за всю историю их было аж 54 штуки и собственно говоря наверное поэтому можно сказать что черные ножи обрели как бы некую такую вторую славу это символ великой победы великого мужества и великой боеспособности вот этого вот подразделения которое в частности брало берлин брало прагу и освободило огромное количество других разных территорий общий боевой путь этого легендарного подразделения составил более пяти с половиной тысяч километров такие дела надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока